Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса расчетного метода, а именно стратегии защиты налогоплательщика, когда в отношении него был применен расчетный метод. Именно данному вопросу посвящено определение Верховного Суда от 20 апреля 2016 года. Почему я обращаю внимание на данное определение? Оно, в общем-то, на самом деле, казалось бы, ничем не примечательно. Это обычное отказное определение, которое, по сути дела, подтверждает выводы нежестоящих судов и подход налогового органа. Обращаю я внимание на данное определение потому, что в нем достаточно четко определена неверная позиция налогоплательщика, при защите своих интересов в суде, когда в отношении налогоплательщика применен расчетный метод. В большинстве случаев налогоплательщики занимают достаточно пассивную позицию, и вся их позиция сводится к тому, что налоговый орган не использовал данные об аналогичных налогоплательщиках. И действительно, если читать пункт 7 статьи 31 НКРФ, то действительно можно было бы сделать вывод, что налоговый орган в обязательном порядке должен использовать сведения об аналогичных налогоплательщиках. Но, тем не менее, судебная практика идет по другому пути и указывает, что необязательно применять данные об аналогичных налогоплательщиках. Вместе с тем суд указывает, что при защите своих интересов налогоплательщик должен представлять контррасчет, то есть не вести себя пассивно, и, в общем, приводить иные довды, связанные с неправильным расчетом налогового органа, а не только утверждать о том, что не использовались данные аналогичных налогоплательщиков. Кроме того, чтобы подтвердить данные о неиспользовании, о том, что налоговый орган должен был использовать аналогичных налогоплательщиков, налогоплательщик должен привести довод о том, что, соответственно, неприменение таких данных значительно искажает расчет налогового органа. Таким образом, налогоплательщикам, на самом деле, следует обратить внимание на данное определение и правильно встроить свою стратегию при защите в суде. Ну и в заключение хотелось бы сказать, на самом деле, что, к сожалению, ну это такой отвлеченный вывод, что много негативной практики, которая формируется как на уровне арбитражных судов, так и на уровне высших судов, связано с непрофессиональным подходом в защите прав налогоплательщика. И поэтому очень многие выводы не в пользу налогоплательщика, они формируются из-за достаточно пассивного поведения представителя налогоплательщика. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...